всем привет вы на канале тренер хапаев сейчас я вам хочу сначала поправлю бороду сейчас хочу немножко порассуждать так называемых травмоопасных упражнениях которые обсуждают некоторые фитнес инструктора реабилитологи эксперты разных мастей рассказывают о с их точки зрения или с точки зрения биомеханики с точки зрения медицины какие упражнения являются травмоопасными вот в моем представлении это мое субъективное мнение я у себя на канале высказываю свое мнение в моем представлении травмоопасных упражнений не существует любое упражнение которое не связано с вашим с вашими бытовыми привычками будет для вас травма образ травмоопасно если вы без разминки начинаете его делать то есть если для вас ходьба является не травмоопасной сейчас очень важный момент что вы привыкли ходить она не является травмоопасной но если вы будете делать выпады широкие выпады вперед или в сторону для вас это будет травмоопасно потому что вы раньше никогда не делали но к сожалению так устроен наш мир что зачастую травмы мы получаем именно в бытовой сфере то есть в тех движениях которые для нас привычны и понятны вот я хочу сейчас просто ну рассказать ну кто не знает давайте предварительно скажу что я профессиональный спортсмен выступаю по пауэрлифтингу сейчас по пауэрспорту в отдельных движениях неже и вот сейчас будет через месяц 60 лет выступаю я там с 20 с 2 с 38 лет по пауэрлифтингу до 30 до 38 лет я качался с 27 до 38 лет я качался просто так до 27 лет я занимался по кикбоксу выступал по кикбоксу на соревнованиях 27 лет я провел последний бой был при серебряным призером снг тогда еще поэтому у меня ну кроме этого в школьные годы там борьба там что у нас куда нас водили родители там немножко плавание немножко борьбы то есть родители пытались сделать их ну в советское время родители пытались сделать из из своих детей олимпийских чемпионов искали оптимальный вид спорта как в котором будет ну прогрессировать молодой человек но я выбрал свой путь и не жалею об этом значит по поводу травм я сейчас уже с позиции своего возраста могу рассказать и со своего опыта да вот травмы например у меня остеофиты наросли на кистях и у меня ограничено движение в кистях они наросли не из-за того что я там много лет участвовал там спарринг бил по мешку потому что отжимался на кулаках или потом я жим лежа делал постоянно или приседал со штангой то есть нагрузка на кисти подтягивался то есть я все это делаю и сейчас и сейчас я это все делаю но остеофит у меня наросли именно в тот момент когда я решил завязать со спортом и ударился изучение компьютерной программы 3d max поскольку я занимался попутно еще резкой скульптур больших объемов то мне хотелось 3d max и моделировать для того чтобы не лепить из пластилина а моделировать в компьютере чтобы заказчикам показывать модели вот на картинках с разных сторон и я проработав ну точно не могу сказать полгода или около года в 3d max и у меня от работы с мышкой вот это не навязчиво движение до который я ввел у себя в группе в терминологию это ненавязчиво движение которые могут убивать и излечивать вот эта работа с мышкой привела к мощным жестким радикальным болям в области кисти в запястье я ну сначала одна рука я потом менял мышку другой рукой потому что думал что более то просто может быть временно она пройдет она действительно бой прошла но ограничение движения осталось потому что постоянно двигалась рука вот в таком положении то есть локоть ну было неправильно все устроено там локоть на весу он тяжелый я его пытался удерживать чтобы легче было работать рукой и в конечном итоге рука вот в таком положении осталось то есть минимальный изгиб изгиб то есть бытовые условия повлияли на травматизацию запястья если вспомнить последнюю травму которую я получил вот буквально недавно до два месяца после операции это я подскользнулся на ледовой лужи на маленькая лужица на ступеньке подмерзла я пяткой наступил на нее спускался из магазина и растянулся то есть это в эту ситуацию может попасть каждый то есть это простой шаг спуск по лестнице у меня абсолютно уже были здоровые ноги то есть после операции после эндопротеза уже прошло шел четвертый год и вот я тут буквально два месяца тому назад опять попал на операцию опять же на ту же ногу что интересно и это бытовой случай то есть никто не застрахован от этого никакого отношения к спорту это не имеет то же самое если мы поговорим о моем эндопротезе то в моей группе прошло уже на сегодняшний день ну потоком прошло более полутора тысяч человек статистика такова что 80 процентов это женщины домохозяйки возраст пятьдесят шестьдесят лет есть постарше есть семьдесят шесть лет есть семьдесят семьдесят восемь лет недавно вступила женщина то есть все все эти женщины не имели отношения к профессиональному спорту но когда-то кто-то занимался в юности в детстве но никто не был профессиональным спортсменом и только десять процентов пять процентов 10 процентов спортсменов у меня в группе есть и кто в горы ходит и кто занимается игровыми видами спорта есть бегуны есть бойцы без правил есть тяжелые атлеты и ну из пауэрлифтинга есть тоже мои соратники то есть в общем то количество спортсменов минимальная минимальная процент процент минимальный то есть спортсмены защищены от этого всего что касательно спортивной травмы сколько я не занимался но понятно что в кикбоксинге после ударов там может можно было сдвинуть нос можно получить было бланш под глазом можно было растянуть руку все это проходило это все временные травмы мы их не считаем что касательно тех травм которые у меня вот остались от спорта да в общем то ничего единственное что где-то лет наверное пять тому назад я в холодном зале не прогретом разминался и при жиме 160 килограмм у меня оторвалась одна из фасций грудных тоже по большая гематома на груди на руке была вся синяя я испугался к врачу не ходил через полтора месяца я уже обратно жал то есть восстановление прошло есть небольшая ямка деформация в грудном отделе очень такая незаметная и в общем то все восстановилась то есть она осталась порвана но мышцы другие компенсаторы грудные мышцы там достаточно много все восстановилась и я продолжаю поднимать там свои двести килограмм в живи лежа что еще я могу сказать по поводу травм вот сейчас ничего больше абсолютно ничего то есть я не могу придумать сейчас чтобы я сделал такого в спорте в большом спорте чтобы меня привело бы к травмам ну ничего все вот происходило где-то на уровне быта что касательно каких-то кривых позиций там вот про горбатую спину любят рассуждать любят рассуждать о выпрямленных локтях или полусогнутых то есть кто-то говорит что не надо выпрямлять до конца локти кто-то говорит не надо до конца сгибать кто-то говорит что там спину сутулить нельзя это своей точки зрения это высосано из пальца это разговоры ради разговоров для того чтобы создавать контент чтобы было о чем-то разговаривать придумывают какие-то страховки придумывают какие-то вот эти теории о том что при ну при выпрямленном колени там избыточное напряжение будет на связке все это с моей с точки зрения чушь я не видел кстати говоря сколько я тренируюсь и среди своих соратников я тоже не видел чтобы что-то происходило у людей там при горбатой спине и так далее при выпрямленных локтях или при недосогнутых локтях все тренируются на полную амплитуду локти работают на полную амплитуду и ничего не не случается то есть никто не умер никто не заболел больше я знаю спортсменов которые от морковом умирали от наркотиков я имею ввиду когда переходили это сам затремно соль на наркоту уходили спорта я знаю спортсменов которые от алкоголем умирРЕ и mareizabor знаю спортсменов которые бросали тренироваться и через два-три года они просто разваливаем Потому что организму любому, независимо спортсмену или не спортсмену, организму требуется нагрузка именно для, ну, экстремальная нагрузка для того, чтобы испытывать этот стресс, чтобы ваши мышцы и суставы сопротивлялись. У нас жизнь идет по принципу сопротивления. Если не будет сопротивления, то вы ничего не будете, никак не будете прогрессировать. Вы просто будете разваливаться ближе к старости. Все, спасибо за внимание. Если захотите со мной тренироваться, я ссылочку оставлю внизу. Дистанционная группа по суставам, по позвоночнику, каждый день тренировки в любое для вас удобное время. Блоками существуют определенные собранные тренировочные уроки по часу, недельные, месячные, полугодичные, касательно различных тем, там стопы, колена, плеча, позвоночника и так далее. Силовые работы, растяжки, в общем, на любой вкус. Я ссылочку в закрепленных комментариях оставлю. Все, спасибо за внимание. Живем без боли. С вами был тренер Хапаев.